Здравствуйте! Сегодня такое видео о людях, которых уже нет с нами. Которых я снимал, и какое-то видео выходило, и вы видели, а какое-то нет. И я бы хотел его показать вам. И хотел бы вам сказать, не забывайте своих родителей, стариков. Чаще звоните им, особенно вот это старшее поколение. Они очень ждут ваше общение. И любая минута, которая есть у вас, свободная, уделите внимание. Да не посмотрите какую-то программу или еще что-то. Чаще мы потом ругаем себя, что в какой-то момент мы не смогли пообщаться, не уделили внимания. И вот такое видео, просто воспоминание тех людей о истории города Мстиславля. Может быть, из этого видеоряда, постепенно собирая историю, можно будет написать какую-то книгу или сделать какой-то документальный фильм. Пускай это разные периоды, но оно есть. И самое главное, что давайте хранить и тяните историю. Сохранять то, что было, и чтобы оно не повторилось больше. Еще раз вам хочу напомнить, если вы смотрите видео, нажмите на паузу. Позвоните своим родителям. Поговорите с ним. А если вы поругались, то помиритесь. Потому что потом вы будете жалеть. Приятного просмотра. То есть вы когда-то были в Тупичевском монастыре, сперва там разговаривали. Расскажите, как вы попали в пустынский детский дом? В 1936 году я поступил в школу. А короче, в Шачурскую начальную школу. Поступал в семилетнюю школу. Она ближе всех. Два с половиной километра. Поэтому по необходимости я поступил туда. А сейчас у меня умер рано. Было в Москве в охране Ленина. Его ранили и умер рано так. Остался мать и я, и сестра. И все, больше никого не было. Вы знали в то время, что это был монастырь? Да, конечно, конечно. При мне горело, горело монастырь. Мамаша покойно зовет меня. А вечер такой, сильный дождь, ливень. Молнии блистали. Мамаша покойная, Мамаша, ходи-ка сюда посмотреть. Там пустынки горят. Пустынки. Я подгорел к окну. Это как раз против горела. Заря необыкновенная была. Представляете, так. Трецк, молнии, гроза. И дождь, ливень такой был. А что горело? Горела колокольня. Колокольню немножко спортили. Был инженер здесь, когда строили. Сузел. И дальше кирпич сложить нельзя было. Достраивались шалевкой, тусками. Шесть этажей надо было достраивать. Они всего-то шатирили там или три достроили. Вы знали, что это пустынский монастырь. Вы верили тогда в Бога или нет? В то время очень строго было. Нельзя было никак не скрестить ребенка. Кого найдут дома, хотя маленькую такую иконочку, уже учиться не будешь, работать не будешь. С консомола исключали, с пионера исключали. И спортивные работы исключали, даже не давали работать. Это что-то обижаться. Это государственная политика, которая была в государстве. Сильнейший состав был в Педаивске. После окончания этого пустынской семилетки ни один не оставался. Все поступали. То в педучилище, другие заведения. Сильнейший состав был. Я даже помню многих. Худалеева директора, Ада Михайловна русский язык вела. Потом два брата Романовых. Один историк, автор биологии. Жмачков был. С какого года рождения? 21-го. Где работала? Кто ты по образованию? В пустыне, когда в школе работала. Ходили дети из деревень и детдомовские. А сколько километров от вашего дома до школы было? Километров 7, наверное. Больше? 10? Больше 10. Из заречья. Работала немного в детской лопатине. В лопатине. У меня в глухонемых работала? Работала. А можете показать что-нибудь? Ну, А, Б, В, Г, Д, Е, Ю, Ж, З, И, К, В. Когда война была, немцы пришли? Да, на заречья жила. На заречья. Немцы не трогали вас? Да. Ну, я ходила в пустынки на работу. Каждый день. А вы думаете, как учились? Они отдельно учились в холодной церкви, а мы в школе, против колокольни и против холодной, недалеко. Так вы говорите, в холодной церкви учились дети? Нет. А в какой? В теплой церкви. А, в теплой? Там не жили и учились. Подвалами интересовались, подвалами мы ходили, слухи, что Мстиславль соединен с церковью, с пустынской церковью, ходом, подземным ходом. Но я этого не доказывал и наоборот. Доказывал, что никакого хода не было. Все славцы пустынские говорят, что был ход. А я нет. Почему? Потому что мы, деревенцы, брали лучины, ведь фонариков не было. Так, фонариков не было. Лучины брали. Мы жили и шли в подвал. Как только воздуха не хватает, мы уже дальше не ходим. Представляете? Так что я отрицаю это, что в подвалах был. Правда, подвал был для собственного пользования. Обычно в церквах, чтобы при войнах, можно скрыться в подвалах. Я так рассуждаю. Представляете? А чтобы пользоваться связью с Мстиславлем, это невозможно было. Ведь противогазов не было. Не было. Ничего защитного не было. Вот пойдешь по ходу, уже дышать уже от тяжелого отстало. А мы же понимали. Раз воздуха мало, надо уже не идти. На лучинах. Батареек не было, ничего не было. Так что я отрицательно отношусь к этому подвалу. Приезжаете в монастырь, это у вас, это как, это детское воспоминание? Или это вот то прошлое, которое вам это было весело, радостно? Или это все-таки... Это какой-то радостно. Это не радость. Зачем было разрушать церковь? Зачем? Был такой у нас тенполитбюро, раньше такой, душитель церкви. Зачем было разрушать церковь? А сейчас восстанавливать. Никому не мешало? Нет. Почему сейчас ребенка красить, пожалуйста? И все, которые женятся, все едут туда в пустынки. Представляете? Прекрасно, прекрасно. Это при мне. Холодная церковь снимали купола. Огромнейший купол. Собрали всех людей, мужчин, с ближайших деревень. И бревна легкие такие, все дали. Наши местные, они понимали, что ложиться грудью на бревно нельзя. Только руками. Если купол сядет, бревно впервые поднимется, руки опускаем, и все. А с Украины приехал товарищ Дорбушевский, специалист огромный. Потом остался в школе пустынской работать по труду. Он научил всех выпиливать впервые в нашем краю. Научили пилить, он сам детей учил, нас учил. Вы пиливанием заниматься впервые. Представляете? Так он же хотел помочь. Бревно он не руками, а лег грудью, чтобы облегчить людям другим, чтобы быстрее купол снять. А купол немножко двинулся, бревно в берег, подбросило его, а там внизу кирпич. Сразу же запрели коня машин. Я была, до Дуброва, до леса довезли его, и скончался. Колхоз был Калинина. Представляете, когда разрушал, хотел разрушить. Вот этот свод, холодный церковый свод. Три трактора ЧТЖ, сильнейших, цепью привязали друг к другу. И, представьте, командовал раз, два, три. Хотели снять. Не получил, даже трактора больших не было. Потому что слухи шли по нашей местности. Когда строили этот монастырь, то со всех деревень собирали яйца. И яйца в раствор, употребляли яйца. Поэтому стены очень крепкие были раньше. Вы представляете, когда была колокольня, церковь работала, столько коней приезжало, что негде было ставить даже. Очень большие деревни были. А сейчас там Россия, не обращаю внимания, почему-то не знаю, почему. Все деревни уничтожены абсолютно. Жили мы очень плохо раньше, конечно. Питались только лишь льоной мякиной. И от спокойного Маши брали по мешку, шли на поле и брали льоную мякину. Вот это сушили на сковородах печи, толкли в ступы и пекли пресноки. Кусочка хлеба не было. С молока, сала, ничего не было. Представляете? И потом весной, когда листья распускаются, липовые листья, собирали липник, липовые листья, сушили и толкли. Вот этим и впитались. Потому что налоги очень большие были. Надо было молоко все сдать государству. А себе оставалось, не оставалось ничего абсолютно. Моя мамаша, когда отец умер покойный, решила сдать корову. Она очень большая была, такая жирная, но молока мало давала. В детдом. Так мать зарагала, а я пугаю ее сзади. Помнится мне. Сдали эту корову за 600 рублей. А в пустынке купили подселка. И первый день отел уже около 12 литров, или 13 литров молока давала. Вот только тогда мы начали чувствовать молоко. А так, не грамма. Все надо было сдать государству. Знаете, такие налоги были. Полностью землю отдай налог. На этой земле яблони. За каждую яблонку плачли. Под яблонки морода-сморода, за каждой кустой плачли. Представляете? Ведь странно. Полностью землю отдали налог. Яблонки, причем земля оплочена уже налогами. За каждое дерево, что на земле лежат. За каждый кустик платили. За каждую куренка, поросенка платили. Хотя тяжело было жить, но люди очень добрые были. Добрейшие люди. Никогда не оставят человека, в который корова падет. Или свинья. Представляете? Не оставят ни молока. То есть без молока, без сметаны. Кто сметану, кто молока, кто драган на приносит все время. Свинья падет, кусочек мяса, сало, колбасы все равно принесут. Запоминается мне еще случай. В нашей деревне, крайний дом, в доме крышу снесло ветром. Слиннейший вечер. Никто не просил людей. Субботу, кто молоток, кто гвозди, кто пилку, кто пилу, все собрались, мужчины. С утра до вечера поработали, накрыли, пучарки выпили. Спасибо. Я не знаю, почему-то так висело в деревне было. Это не мне говорить, конечно. Да вы понимаете. Совсем как-то люди стали трояться. Субтитры создавал DimaTorzok